Нам обратилась юрист Татьяна Васильевна с Майевского и Лакмуту о том, что у Татьяны Кудлай находится порядка 50 собак. У нас есть всяческое добро, даже, не побоюсь этого слова, даже и настрел животных. Ну, не будем до этого доходить, есть очень многие фонды, и я, в том числе, не за расстрел жирности, любой жирности. Наверное, месяца 4 назад собак забирал фонд Кумаик, и мы были на встрече. Представители фонда Кумаик очень жаль, что не приехали. Мы, конечно, бы хотели задать вопросы, будут ли они забирать остаток собак, либо что с этими собаками будет происходить. На руках я получил акты, решение суда, исполнительные листы. То есть здесь говорится о полной ликвидации приюта, говорится о ликвидации животных. Но, опять-таки, здесь утрировано, какого рода ликвидация именно будет назначена, пока что непонятно, потому что это все будет еще согласовываться. Вы знаете, можно толковать ликвидация по-разному. Там слово ликвидация, там именно животных не написано. Там написана ликвидация незаконного приюта. Методов очень много, как вы знаете, методов очень много. Есть законные, есть гуманные. Мы будем и законные, и гуманные выбирать. Соблюдать. И соблюдать. Вместо того, чтобы как-то попытаться решить проблему, меня трамбуют, трамбуют, трамбуют. Это мои личные проблемы, мне глава говорит. Это мои личные, это мои... Мне окна разбили, потому что, значит, я создала людям проблему, а люди не понимают, что своей безответственностью они мне создали. Я просто добрая. Мне жалко. Мне просто животных жалко. То есть, если сейчас там порядка двух сотен, я так понимаю, животных, я так не понял, на самом деле, сколько животных там будет сейчас. Но если я добавлю, то это будет последний на четырех сотках земли. То, что будет на десяти сотках, ну, тем более на двух гектарах. То есть, потом города не хватит, чтобы спасать этих бедных животных. Ну, я думаю, каждый из нас понимает, что для этой женщины нельзя давать возможность заниматься животными. Там собачки, она их не стерилизовала. Рождали щенки, и большие собаки поедали этих щенков. Они там в моче, они в фиталиях. Разве это содержание? Содержание, настоящее содержание ее собак, это никакой гуманности и никакой защиты животных не относится. Поэтому она занимается мучением, скорее всего. Я ни одну собаку не выкинула. Я ни одну собаку никому не продала. А вам не жалко, в каких условиях они сейчас живут? А вы спросите, каково мне пришлось после карантина тяжело? А вы спросите, когда у меня собак потравили, я наградила вот этих вот этих. Я после карантина попала на операцию. Кто-нибудь спросил, Танька, а как ты выжила? Мне больше килограмма таскать ничего нельзя было. А я все равно таскала, прикиньте. У меня вода в доме замерзла. Я все равно это делала. У меня стирка встала. А животных я кормила. Это была ответственность. Мы уже пятый год с ней боремся. Пятый год. Даже больше, по-моему, до моего прихода. Запах-то от собачек. Когда много собак, это уже неприятно. Мы с главой приглашали ее. Мы ей предлагали. Давайте мы раздадим. Мы соберем людей сход. Кому-то одну собачку, кому две. Остальные потом в какой-то фонд нормальный передадим. Она стала в козу. Я вас засужу. Было же такое? Если хоть одну мою собаку кто-то не так накормит и не так покормит, я засужу. Это был просто ужас. Ей предлагали всякие условия. Она абсолютно даже не пускает ветеринаров в себе. О чем вообще можно говорить? О каком привыке, о каком нормальном содержании животных? Ругаться-то я сильно с ней не ругалась. Пыталась по-хорошему решать проблемы. Потому что у меня муж не дееспособен вганить. Собаки мешают гавканье. Вот это вот ему плохо. Постоянно сбаним дым темный, с шерстью. Вон такой. Часто бывает. Особенно летом, утром. Вот в шести часам вот так. И вечером как раз. Девять и десяти часам такой запах вообще. Так как она запрашивает землю у государственных органов, мое мнение таково. Земли выделять нельзя. Вот соседи от Юли мы заглянули туда. Я нахожусь сейчас реально в шоке. Я, конечно, видел плохие условия у животных. Но то, что происходит там, это просто нечто. Два года назад мы уже по ее просьбе забирали у нее 11 собак. То есть вернули мы ей после ее скандалов. Сейчас, после всего того, что я увидел, этот человек просто не должен заниматься животными. И сейчас, чтобы не получить плачевный результат, вот в виде этого исполнения, мы сейчас будем привлекать общественность ко всему, чтобы, во-первых, спасти этих животных. Пристраивать она их категорически не дает. Мы вот как разговаривали, я не знаю, с кем-то представителем фонда или с тем человеком, кто отвечает именно в интернете. То есть она не дает возможности даже им пристраивать. Поэтому будем разговаривать, будем пытаться что-то изменить. Айлок Мату и глава как бы готовы пойти навстречу на более вниманные способы. И я надеюсь, что у нас получится это все сделать. У меня собаки ни одна не голодная. Знаешь, иногда у человека вроде бы есть условия, есть двор, но собака голодная, бегает по улицам и рвет эти мусорные пакеты. Это нормально, да? Нет, хорошо, я вас услышала. Если они не голодные, вы вот как кормите вот этих собак? Вот столько количеств, да? Помогают, представляете, и друзья помогают. Ну я вот, если вот они, вот Кайнар, они постоянно пишут, без вашей помощи нам не справиться. Постоянно помогайте, помогайте. Вы видели у меня посты? Вот зайдите на мою страницу, посмотрите, есть ли у меня посты. Вы отчитываетесь за эти деньги? Что? Вы отчитываетесь за эти деньги, которые вам помогут. За сборы же надо отчитываться? Мне друзья помогают, и у меня настолько минимальные, минимальные сборы. И то это не частые сборы. Минимально, минимально. Это помогает очень маленький узкий круг друзей, понимаете? Хоть раз один фонд мне сказал, ну что, какая-то помощь нужна? Нет, меня нужно затопить, загнобить. Чего, по-прочему? Все берете, пишите, интервью берете, но толку, да, нету, понимаешь? Мы в областном суде тоже были. Они тоже сидят, старые вот эти материалы жуют и сидят, понимаешь? Толку нет, одним словом. Только осталось, например, мое мнение, только с ней драться по-старому этому, как раньше наши предки жили. Больше других путев у нас не осталось. Каждому воздастся за все. Проблемы никто не сказал. Давайте как-то на месте. Не идти, не отдыхай, блин, приступ у него. Извините. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!